Страсти вокруг возможности появления в Серпуховском районе еще одного объекта, ухудшающего экологическую обстановку, опять разгорелись после заявления главы поселения Пролетарского. На расширенном заседании Совета депутатов Серпуховского района Валерий Сугак предложил искать место в регионе для строительства мусоросжигательного завода. Шестун свалил все на Воробьево и т.д. и т.п. Все. Мое мнение такое. Театр абсурдный. Совет держали, только конкретных решений, к сожалению, не выработали. Такое мнение осталось у большинства участников расширенного заседания Совета депутатов Серпуховского района, которое прошло на этой неделе в поселке Большевик. Хотя предложение главы поселка Пролетарский, судя по реакции зала, нашло у людей поддержку. Куда девать мусор? Ну есть проект возить в Калужскую соседнюю Тульскую область, поездами, не знаю, в Сибири, за Урал, ну всю страну за Гарри. Ну а это опять, это может быть для жителей Московской области хорошо, хотя тарифы для этого вырастут в разы. И это опять очередным грузом ляжет на плечи простого населения. Ну второй вариант, это все-таки нам искать, строить вот отрасль мусороперерабатывающего. Но нужно тогда искать место у нас в районе для этого завода. Хорошо еще, что Валерий Сугак все же отметил, что сначала нужно спросить мнение у жителей села Деревень. Ведь сегодня недобросовестность тех, кто взял в аренду земли под полигоны и тех, кто обязан контролировать их деятельность, ударила по здоровью населению и городского, и районного. Поэтому неудивительно, что это заявление чиновника не осталось незамеченным людьми и вызвало ажиотаж. И прежде всего забеспокоились жители деревень Фенина и Петровская, которые вот уже как с ноября прошлого года борются за свои права за соблюдение природоохранного законодательства. Напомним, именно здесь, в глубинке Васильевского поселения Серпуховского района, местные власти решили разместить новую мусорную площадку. В некотором шоке от инициативы размещения мусоросжигательного завода где-то на новой какой-либо территории. Потому что и так Серпуховской район уже имеет два полигона бытовых отходов, это Лесная и Сьянова-2. Оба полигона и так создают огромные проблемы. Естественно, все возмущаются, никому это не нравится. Лежат свалки, гниют мусор, вырабатывают газ, который воняет во всю округу. То есть это не есть хорошо, конечно. Заявление Валерия Сугака вызвало беспокойство и у жителей многочисленных СНТ, расположенных рядом с бывшим военным городком Фенина. Где, скорее всего, и может быть организован пятый в районе мусорный объект. Поскольку в муниципалитете все земли распроданы, а этот участок, 117 гектаров, переданный Министерством обороны сельскому поселению Васильевское, пока свободен. Мы против организации здесь любых мусорных дел. Что это будет? Это сортировка мусора или это будет полигон? Полигон, естественно, нам никто так в открытую не скажет. Но сортировка, мы переживаем за то, что сортировка мусора может перерасти в полигон. Жить на свалке не хочется и около сортировочного пункта тоже. Мы переехали сюда, чтобы жить на воздухе, на природе. Нам хватает Сьяновской, Кулакова и Лесной. Куда еще? Мне кажется, что на таком небольшом участке земли это очень много. И я переживаю, что наши власти не справятся, как сейчас не справляются с Сьяновой, с Лесным. Переживаем, что власти не справятся и, не дай бог, с этим. Против появления на территории региона мусорного объекта и жителей Серпухова. Отрицательно. Мы живем и нюхаем почти каждый день полигон. Вот и школу сейчас строят дети наши, тоже пойдут в эту школу. И там тоже будет запах и утром, и днем, и ночью. Мы против. Что делать, не знаем. На днях из достоверных источников стало известно, что дорога к деревне Фенино включена в план капитального ремонта на 2018 год. Это дает повод к беспокойству. Значит, планы на мусорный бизнес у районных властей серьезные. И в регионе может появиться пятый мусорный объект.